И теперь обо всем подробнее. О преступлениях коррупции и алкоголизме. Об этом говорили на заседаниях областных межведомственных комиссий по вопросам борьбы с коррупцией и профилактики правонарушений при Акимате Североказахстанской области. Подробности у моей коллеги Кристины Горбаченко. О коррупционных нарушениях на заседании межведомственной комиссии по вопросам борьбы с коррупцией докладывает заместитель руководителя областного управления здравоохранения Марьян Бапанова. Ведомство оказывает 17 государственных услуг. По словам докладчика, нарушение сроков не зафиксировано. Однако есть жалоба по оказанию услуги вызов врача на дом в третьей городской поликлинике. Ведется в ведомстве контроль и за госзакупками. В 2014 году мы провели 17 конкурсов по капитальному ремонту и у нас было выявлено одно нарушение в Жамбульской ЦРБ, в связи с чем главный врач ЦРБ был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия. В этом году, в первом квартале, было допущено нарушение областным наркологическим диспансером при проведении закупа из одного источника. Вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора главному врачу. О положении дел по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений доложили заместитель Акима Тимирязевского и Акима Млюдского районов. В последнем, в 2014 году, за нарушение антикоррупционного закона к административной ответственности привлечен один госслужащий. Столько же с начала 2015 года. Далее о преступлениях, алкоголизме и наркомании. Об этом уже говорят на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений стражи порядка. С начала года в Центр адаптации и детоксикации доставили почти 2000 человек. Из них 1405 получили помощь. На принудительное лечение от алкоголизма направили 75 североказахстанцев. Курс проходят 159. За 5 месяцев текущего года на списочный учет поставлено 150 лиц, состоящих на диспансерном учете в органах здравоохранения, как злоупотребляющие, алкогольными напитками и 5 наркоманов. Полицейские просят главу региона о содействии в увеличении количества койко-мест в наркологии в селе Благовещенке. О профилактике этих социальных проблем на заседании межведомственной комиссии говорили и медики. Убийство, дорожно-транспортные происшествия, кража имущества – это уже о криминогенной ситуации в районах. С начала года по району зарегистрировано 84 преступления против 58 аналогичного периода прошлого года. Тенденция роста регистрации преступлений произошла в защите изменения законодательства в связи с тем, что ряд правонарушений и сходы с административных правонарушений перенесены в уголовный кодекс. Однако криминогенная обстановка на территории района остается стабильной. С начала года недопущено убийство, нанесение тяжкого вреда здоровью, кража автомобилей, мошенничества, разбоев, изнасилования, преступления, совершенных несовершеннолетними. И дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. Рост правонарушений зафиксирован и в Акжарском районе. В этом году их уже зарегистрировано 89. В основном это кражи чужого имущества. И семь фактов из числа тяжких и особо тяжких преступлений. В завершении разговора поручение Акимобласти Ерика Султанова руководителям соответствующих ведомств. Поручаю государственному правовому отделу, учетом мнения членов комиссии, сделать конкретную рекомендацию, оформить протокол заседания и взять на контроль все решения, которые вынесены на этой комиссии. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК.